Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Основная часть гонки формата РВ кончилась, и по этой причине компания Blizzard сделали изменения для тех вещей, которые падают с трэша. Ранее вещицы были персональные при получении, то есть в тот момент, когда вышли рейдом, чистили трэш, эти вещи можно было передать только тому участнику, который участвовал в зачистке трэша, в убийстве мобов. Теперь же эти вещицы являются персональными при надевании. Вещь падает, её можно кинуть на аук, задорого продать, почему бы и нет. Разные сервера, разные цены. Несмотря на то, что у нас региональный аук, различные реагенты привязаны к региональной цене, боешки таковыми не являются. Разные сервера, разная цена. Рецепты аналогично, кстати, работают. Разные сервера, разная цена. И в этом видосике я отвечу на вопрос, где можно купить подешевле, а где можно продать подороже какую-либо боешку. Поехали! Ранее этот сайт назывался Undermine Journal, а теперь это Undermine Exchange. Мы можем смотреть различные лоты. Боешки, рецепты, чанты, свитки, чар, вообще что угодно абсолютно. В рамках этого видосика мы, конечно, будем смотреть боешки. Фильтр прокликаем, выберем этот левел, который нам нужен. Выберем качество, начиная от Epic. Выберем только текущее дополнение. Также нажмем вкладку «Доспехи» и нажмем «Search». Изначально выбран сервер Гордуни, на котором я играю, и мы сейчас абсолютно все увидим. Ждем загрузку. Боешки идут ценой от 500 тысяч до 2 миллионов. Тут и тканевая шапка, и ботинки латные, и шапка латная. Все-все-все абсолютно имеется. Нажмем, например, на латную шапку. Посмотрим, что у нас. На Гордуни почти миллион двести висит. Шесть штучек? Да, шесть. Вообще всего на Юре Алмах 167 шапок. Самая дешевая вечная песня. 750 тысяч. Правильно я понимаю? Да, абсолютно верно. Это вечная песня. То есть мы либо наводимся на красную штучку, на красную полоску, либо прайс отщелкиваем и смотрим, где что подешевле. Twisting Nether 780 тысяч. В какой-то момент может быть на каком-нибудь южном сервере подешевле. И мы должны быть к этому готовы. На первом сайте можно глянуть абсолютно любой предмет. Рецепт, боешку, которая привязана по цене к серверу. На этом же сайте под названием WoW Pay2Win можно глянуть только боешки. И можно глянуть боешки из разных рейдов. Амердрасил, но мы конечно будем чекать Неробор Пелос. Текущий актуальный рейд. Латные две боешки, кольчужные две боешки, кожаные две боешки, тканевые две боешки и колечко. Само собой выставим фильтр на то, чтобы чекать только мифического этом левела боешки. Выставим максимальную цену, какую мы готовы отдать. Нажмем галочку, чтобы боешка была с сокетом, к примеру. Но стоит помнить о том, что, к примеру, ботинки мы никогда не сможем продыроколить. А вот, например, шапку можно. Отказываемся от виклилута, берем 6 монеток и вымениваем на дырокол. Также можно настроить третичные статы. То есть, хотим мы их видеть при покупке или не хотим. Выставляем фильтры. А voidance, Leech, скорость или предмет не теряет прочности. В тот момент, когда мы наводимся на предмет, можно глянуть, сколько он стоит. В жетонах. Ну, а также в евро. То есть, к примеру, сколько евро мы должны потратить, чтобы получить эти жетоны. И жетоны выменять на нужное количество золота. На Twisting Nether самая дешевая боешная шапка. Давайте в рамках видосика покажу вам, как можно все это дело провернуть. Для начала выходим из игры. Ждем какое-то время. Процессы полностью абсолютно все завершатся. В этот момент мы уже можем открыть Battle.net клиент. Тот, с которого мы запускаем наши любимые игры. Рядом с кнопкой играть мы жмем на шестеренку. Далее настройки игры. В тот момент, когда мы нажимаем настройки игры, перед нами появляются две настроечки. А именно язык текста и язык аудио. Их мы переведем на английский. И само собой нажмем кнопку ОК. После этого мы нажмем кнопку Играть. Таким образом, у нас запустится EU-шный клиент. И мы можем заходить на EU-шные реалмы. Распишу все по пунктам. Первый пункт. Мы должны найти тот сервер, который нам нужен. В моем случае это Twisting Nether. Заходим. Жмем Enter. Логинимся. Вторым пунктом мы должны создать персонажа. Союзную расу проще всего. Пару квестов и мы уже в городе. Третий пункт. Идем в банк. Забираем то количество голды, которое нам нужно. Жмем Warband Bank. Третья вкладка. Жмем первую кнопку. И снимаем нужное нам количество золота. Четвертый пункт. Мы идем к аукциону. Или кастуем Брутозавра. Смотря есть он у вас или нет. Жмем. Вжимаем фильтры. Текущее только дополнение. Убираем лишние галочки. С ненужных качеств предметов. Пишем этом левел, который нам нужен. И смотрим абсолютно все боешки. Вот она тканевая шапка. Вот оно колечко. Вот они латные ступни. Вот она латная шапка. Латная шапка уже начала стоить 780 тысяч. Пока я менял язык игровой. Пока я заходил. Пока озвучивал все эти пункты. Она немножко подорожала. Купили дешевые экземпляры. Ну окей. Дешевый экземпляр имеется на вечной песне. А может уже и его там тоже купили. Получается как-то так. Покупаем нужный нам предмет. Забираем его с почты. Идем к банку отряда. Выкладываем эту вещицу в банк отряда. Закрываем полностью игру. Меняем язык обратно. Нажав на шестеренку. На русский. Заходим на того персонажа, на которого нам нужно. На нашего мейна. И из банка отряда забираем нужный нам предмет. Таким образом, либо мы его продаем подороже. Либо мы его экипируем. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.